Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге Откровения Иоанна Богослова. И сегодня мы будем читать восьмую главу этой книги, которая начинается словами, «И когда он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе как бы на полчаса. И я видел семь ангелов, которые стояли пред Богом, и дано им семь труп». Внешне то, как описывается это событие, оно очень напоминает гибель города Иерихона, так как это описано в книге Иисуса Новина, где тоже были трубы освященные. Когда звучали эти трубы, то рушился город Иерихон. Андрей Кесарийский в своем истолковании пишет, «Святой Иоанн часто употребляет число семи ангелов, потому что оно соответствует этому веку, субботствованию и покою святых. Поэтому и разрешение этой седьмой печати указывает на переход от земной жизни, чему помогают семь ангелов, поражая людей, нуждающихся во вразумлении или наказании. Безмолвие означает благочинение, благоговение и незнание ангелами времени Второго пришествия. Полчаса – кратость времени, когда после наказания кончиной мира наступит Христово Царство». Что такое субботствование? В Священном Писании, в книге Парлипоменон, также мы это обнаруживаем в послании к евреям апостола Павла, говорится о субботствовании. Субботствование – это вхождение в непрерывный покой. Шесть дней люди работают, делают обычные дела свои, а седьмой день – день божественного отдохновения. И в понимании древних шесть первых тысячелетий они как бы предваряют тысячелетие покоя во Христе и со Христом. В нашем православном понимании «Царство покоя» наступает тогда, когда на кресте Сын Божий произносит слова «свершилось» и наступает «Царство благодати» – символическое тысячелетие. А восьмой день – это день непрекращающийся, день радости в Царстве Небесном. Здесь мы прочитали о том, что сделалось безмолвие на небе как бы на полчаса. Вот эта неопределенность «как бы» указывает на неопределенное время, а уточнение полчаса – некое краткое время, то есть когда уже будет Антихрист убит, когда крест появится на небесах, когда Христос в окружении ангелов Божьих и святых будет уже спускаться с небес, вдруг возникнет некая пауза. И некоторые святые отцы говорили, что она займет даже определенное какое-то время. Это будет последняя возможность для покаяния. Но те, которые примут печать Антихриста, хотя они и будут знать, что уже Антихрист умершвлен дыханием уст Иисуса Христа, то есть святым Евангелием, несмотря на это, их ожесточение будет столь велико, что они не захотят покаяться. А блаженные, которые сохранят веру и во дне Антихриста, они будут наполняться все больше и больше радостью в сретении Господа, когда и сама встреча будет происходить на воздущих, то есть в воздухе. Мы прочитали с вами первый и второй стих и третий стих восьмой главы «И пришел иной ангел и стал преджертвенником, держа золотую кадильницу». В книге «Откровение Иоанна Богослова» очень часто ангелом называется сам Христос, потому что слово «ангел» – это вестник, а он принес откровение, полученное от Отца Небесного. Это весть от Отца Небесного. И в понимании древних истолкователей этот образ «ангел» с кождением, а кождение – это молитва всех святых, это Христос как тело Церкви, а кождение – это особые усердные молитвы святых. И мы читаем, Андрей Кисарийский пишет, «Хотя то, что видели святые, жертвенник, кадильница и прочее, изображаются здесь в вещественном виде и окрашенным в разные цвета, но все это – суть невидима и духовна. Ангел, стоя пред жертвенником и держа кадильницу с Ливаном, возносит к Богу, подобно фимиаму молитвы святых, в которых они просят, чтобы за бедствия при кончине мира были облегчены мучения нечестивых, беззаконных в будущем веке, чтобы Господь своим пришествием наградил потрудившихся, об этом говорится и далее». Да, это действительно так. Если люди, даже нечестивые, пережили такие кары Божьего гнева, такие наказания апокалипсиса, то здесь действует принцип «заодно дважды не наказуются», и они как бы часть вины своей истребили таким чудесным образом в перенесение самих этих наказаний, потому что Бог посылает наказание не как некое отомщение, а иногда как вразумление, а иногда как возможность человеку очиститься в этих страданиях, ибо страдающей плотью, как сказано в Священном Писании, перестает грешить. А так как Христос, Он есть глава Церкви, а Церковь – это Его тело, связь Христа с этой кадильницей, Его приношение молитв святых – это тоже реальность. Ведь наши молитвы, они обращены к кому? К Христу. Когда мы молимся святым, мы говорим «молите Христа Бога, спастись и душам нашим», а Христос уже возносит как некую кадильницу молитвы святых дальше к престолу Отца Небесного. Поэтому здесь мы не всегда должны все воспринимать определенно, буквально, как пишет Андрей Кисарийский, что здесь все, суть невидима и духовна. И далее. «И дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом». Возложение фимиама, чтобы с молитвами святых все это вознести преджерственник Бога, это и ходатайство Христа, Христа за весь род человеческий, это и ходатайство святых, угодников Божьих, особенно мучеников, которые засвидетельствовали твердость своей веры, своей собственной кровью. Андрей Кисарийский описывает алтарь золотый, на котором находит свое утверждение всякая святая служебная сила, и где приносятся жертвы мучеников, есть сам Христос, прообразом которого служил жертвенник, показанный Моисею на горе со Скинией. Если в одном случае ангел, это прообраз Христа, здесь сам золотой алтарь, прообраз Христа, как в литургических текстах, мы возглашаем, что Христос есть тот, кто приносит жертву, он же есть и сама жертва, он же есть тот, кто и принимает эту жертву. Поэтому даже действие ангела может символически указывать на Христа или являться таковым непосредственно. Фимиам, то есть благоухание, как сказано, означает молитвы святых, а благоухающие пред Богом, пред престолом, то есть пред высочайшими силами небесными, так как в них излилась пламенеющая любовь, божественная, чистая и бесконечная премудрость и разум. На это указывает значение имен высших сил, приближающихся к Богу. То есть святые – это люди, которые состоялись на земле, но во славу они входят на небесах, и их участие в ходатайстве за народ Божий чем-то напоминает ходатайство ангелов за тех людей, которым они покровительствуют. И мы знаем, что у каждого человека есть ангел, который на небесах, у каждого крещенного человека есть ангел, который на небесах ходатайствует за него, как вестник. Но вестником является и Христос, и каждый святой в некотором смысле тоже вестник божественной любви, когда выпрашивает для нас именно Божьего прощения, Божьего милосердия и даже Божьего оправдания. «И вознесся дым Фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога, и взял ангел кадильницу и наполнил ее огнем жертвенника и поверг на землю». Вот здесь уже начинаются как бы некие суды. Берется кадильница, когда Фимиам ходатайственный уже воскурился, наполняется она уже именно огнем жертвенника божественного правосудия, ибо на небесах присутствует и божественное милосердие, и божественное правосудие, и теперь уже вступает в действие божественное правосудие и повергается на землю то, что наполняет кадильницу. Бог действует как бы двумя руками своими. В Писании это, конечно, очень образно. Бог не имеет тела, Бог есть дух. Но в Писании говорится о правой руке Бога и те, которые оказываются под правой рукой у Господа, это прощенные народы. И говорится о левой руке Бога и те, которые оказываются под левой рукой у Бога, это народы, ожидающие наказание, Божье возмездие. То есть в Боге присутствует и божественное «да», и божественное «нет». Но, как рассуждают многие богословы, божественное «да» всегда имеет в себе и божественное «нет», потому что есть пределы к божественному милосердию. и божественное «нет», иметь в себе всегда и божественное «да», потому что божественное наказание правосудное, оно не без милости. Суд не без милости, как мы читаем в Писании, особенно по отношению к тем, которые сами оказывали милость. «И в зыде дым молитвы святых, возносимые ангелами, принятые, и наполнив кадильницу огнем наказаний, обратил их на землю». То есть когда молитвы ходатайства кончаются, как некогда видел Иезекииль, что одним из херувимов было передано ангелам, посланным избить нечестивых жителей Иерусалима, взятые от подобия огня. Образом такого ангела является всякий священноначальник, как посредник между людьми и Богом. Здесь уже архиерей является как бы образом такого ангела, потому что архиерей может осуществлять мщение в церкви, отлучая кого-то от церкви или придавая анафеме, как посредник между людьми и Богом. Он от одних возносит молитвы, другим несет помилование, а согрешивших вразумляет или строгим наказанием, то есть эпитемией, обращает на истинный путь. Но архиерей символизирует собою и самого Христа в определенные моменты православного богослужения. И мы должны, конечно, понимать, что здесь очень много образности, но за этими тайнами скрывается самая главная тайна домостроительства нашего спасения. И мы читаем 5 и 6 стих. «И произошли голоса и громы, и молнии в результате того, что огонь был излит на землю. Громы и молнии, и землетрясения, и семь ангелов, имеющие семь труп, приготовились трубить». В случае с Ерехоном, именно когда все трупы затрубили, то стены великого города, они рухнули. То есть мы видим, как суды Божии, они начинаются, необратимость этих судов, она уже обрушилась на землю прямо с небес неким таинственным огнем. Далее говорится о том, как вострубил первый ангел. 8 глава, 7 стих. «Первый ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанный с кровью, и пали на землю, и третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела». Огонь и кровь – это проявление гнева Божия. На этом настаивает древнехристианский экзегет Тиконий, которого, как правило, придерживается Андрей Кесарийский. И все это указывает на мучимых в будущем веке. Будет подвергнуто мучение более трети живущих на земле. Об этом говорит Андрей Кесарийский при первом вострублении ангела. «Звук трубы» – это как бы начало войны. Небес землею, кровь – это смерть души. Не просто о физической смерти говорится, но больше и о духовной смерти. На этом настаивает беда достопочтенной, а Тиконий настаивает по поводу первого ангельского вострубения, что враг церкви – двойной, как он его называет, лжебратья и еретики – первые подвергнутся наказанию, когда начнутся огненные суды с небес. Чем лжебратья отличаются от еретиков? Еретики, они открыто проповедуют свои ереси, а лжебратья – это те, которые под видом православия скрытно насаждают те или иные ереси. И задача семи вселенских соборов заключалась в том, чтобы отделить верных от неверных, как и в день суда Господь будет отделять одних верующих от других, как пастырь отделяет овец от козлов. И мы читаем далее, что происходит далее. Второй ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море, и третья часть моря сделалась кровью, и умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла. Вот такие образы предлагаются, которые, их не обязательно понимать буквально, под морем иногда понимаются в книгах Библии, мир политики, шумливый, пенящийся волнами, как некими срамотами. Дается такой обзор. Пылающая гора, которая рушится на этот мир, это дьявол, а море это и есть сам мир. Такое истолкование предлагает Тиконий. Кровь в данном случае это мудрость плоти, губящая душу, когда мудрость, она не на Христе основана, а основана на человеческих философиях, на человеческой логике, на чисто человеческих представлениях, минуя божественное откровение. Такое истолкование предлагает Примасий. «Дьявол рассеет и погубит треть живущих в мире». Это уже прямое истолкование Андрея Кисалийского, и ему вторит беда достопочтенной. «Умершая часть, мертвая духовно и отторгнутая от Царства Божия». То есть от Церкви – это одно и то же. То есть тот, кто не принадлежит к Церкви, он духовно уже мертв. Может быть, такой человек когда-то принадлежал к Церкви Божией, но потом через отпадение от Церкви он становится духовно мертвым. И если кто-то наблюдал чин анафематствования, то в этом обряде мы видим очень такие трагические ноты, которые напоминают отпевание усопшего. И далее говорится о действиях третьей трубы, третьего ангела. «Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезды – полынь, и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горькими». В общем, обзоре Тикония Примасия Андрея Кисарийского «Большая звезда, как и Пылающая гора ранее – это дьявол или отступники от Христа». Они как бы приближают уничтожение мира своим отступничеством, изливая гнев Божий на землю. Третья труба – это знак еретиков, искажающих Писание, потому что ересь может быть от суемудрия, а есть, когда сознательно человек искажает Писание, как апостол Петр во Втором Послании пишет о некоторых людях к собственной своей погибели, превращают, то есть искажают, как и прочее Писание. Действительно, Писание надо понимать, и Писание очень важно читать вместе с отцами Церкви и в Церкви, потому что это дает нам особое духовное наседание. А если человек самостоятельно начинает изучать Писание, у него не всегда это может получиться. Как однажды один человек спросил Христа, как спастись, и Христос на этот вопрос ответил вопросом, как читаешь? То есть по-разному можно читать Слово Божие, и кто-то читает к собственной своей погибели, искажая смысл Писаний. И вот на этом настаивает беда достопочтенной. А по поводу полыни, Тиконий, Примасий настаивают на том, что полынь – это некая сладость греха, ставшая горечью. Действительно, полынь иногда выглядит как что-то такое душистое, как и грех своей привлекательностью, он манит к себе, люди ощущают даже какой-то романтический подъем, а в конце концов это все оборачивается горечью. Тиконий писал, под большой звездой он подразумевает дьявола, о котором Господь говорит в Евангелии, «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Возможно, это высказывание обращено к церковным людям, которые, живя в церкви, духовную жизнью, пришли к забвению самих себя и, примкнув к земному, подобно скотам, пали с высоты своего могущества». То есть они занимали какое-то высокое положение в церкви. «А каковых и читаем в Писании, хотя человек пребывает в чести, не разумеет, он сравнился и уподобился неразумным животным». Это ссылка на Псалом 48-13 стих. Таким образом, Тиконий считает, что человек, который не спадает с высоты иерархического достоинства, это наподобие того, если человек становится скотом неразумным, неразумной тварью животным. «Четвертый ангел вострубил, и поражена была третья часть Солнца и третья часть Луны и третья часть звезд». Это светильники для того, чтобы светить днём и светить ночью. Светильники в Писании указывают на божественное откровение. То есть, произойдут какие-то события, когда сокроется божественное откровение, и мы окажемся в духовном мраке. «Так что затмилась третья часть их, и третья часть дня не светла была, так, как и ночи. И видел я и слышал одного ангела, летящего посреди неба и говорящего громким голосом горе-горе, живущим на земле от остальных трубных голосов трёх ангелов, которые будут трубить». Почему вот именно здесь подчёркивается, что горе? Потому что, когда Слово Божие доступно, когда, как свет Солнца, Луны, звёзд, евангельская истина всё-таки достигает нашего сознания, это помогает нам преодолевать великие искушения, а когда и откровение сокроется, и истинного учения не будет, и, как у пророка Амоса сказано, будут ходить от моря до моря искать Слово Божие, не найдут, и страшные страдания, что же тогда будет являться для людей источником утешения? Поражение третьей части светил как бы обнаруживает верных и неверных, то есть где-то свет ещё сохраняется, истинной веры, а где-то он совершенно погас. На этом настаивает беда достопочтенной. Летящий ангел — это как бы орёл, это образ святаго духа или церкви в её непрерывном движении и в её непрерывном стремлении проповедовать Слово Божие. Об этом пишет Викторин Петовийский, Тиконий, Примасий. Пастыри церкви проповедуют о судном дне, жестокости дьявола и грехе еретиков, на которых обрушится наказание. Беда достопочтенной, как бы говорит, не напрасно пастыри церкви проповедуют о том, что дьявол жесток, о преступлениях еретиков, потому что неизбежно наказание обрушится и на дьявола, и на всех тех, которые ему последуют. И вот в своём толковании беда достопочтенной, этот древний христианский экзегет, кстати, не так давно канонизированный в нашей церкви, он писал Четвёртая труба показывает в затмении звёзд отпадение лжебратьев, сияющая, словно звёзды, красота церкви часто затмевается лжебратьями, из-за отпадения которых либо в благоприятных обстоятельствах, либо в испытаниях века сего она сияет менее ярко. Совершенно неожиданно беда достопочтенной называют две причины отпадения лжебратьев. Или от очень хорошей жизни они отпадают от истины, простоты Евангелия и нищеты Христовой. Или в период гонений, которые они не в силах сами перенести, они окончательно отпадают от истины, отрекаются от неё, а те, которые сохраняют твёрдость вере, её идеалов, становятся мучеником и только более и более возрастают в благодати. Итак, сегодня мы с вами изучили восьмую главу книги Откровения Анна Богослова. В следующий раз, если мы будем живы, Господь позволит, то мы будем изучать девятую главу этой удивительной книги. Откровения Продолжение следует...